Всем привет, меня зовут Лара Шум, я коуч по актерскому мастерству и сегодня у нас вновь тема актеры без актерского образования В нашем поле зрения сегодня актриса Дженнифер Лоуренс Вот так отозвался один из знаменитых режиссеров современности Дарин Ароновский о совместном опыте работы с Дженнифер Она самоучка, никто ей никогда не рассказывал, как надо играть При этом она не только удивительно эмоциональная актриса Она еще обладает техническими навыками Которым остальные целенаправленно учатся Ну что ж, все может быть Лично мое мнение, эта актриса мне понравилась только в одном фильме Советую его посмотреть Этот фильм называется Кстати, за него она получила Оскар Это комедия «Мой парень псих», где Дженнифер сыграла эксцентричную девушку Тиффани, пленившую сердце не менее сумасбродного героя Брэдли Купера Фильм был выдвинут на Оскар в семи номинациях, но статуэтка досталась лишь Дженнифер И действительно фильм очень хороший, и актриса именно в этом фильме меня зацепила Интересный факт, что рост Дженнифер 171 см, а вот вес актрисы менее 60 кг Здесь, конечно, некоторые девушки могут позавидовать На мой взгляд, у нее все сложилось просто и легко Родители были деньги, отец владелец строительной компании, а мать управляющая детским садом Поэтому, когда она попросила родителей о поездке в Нью-Йорк для поиска агента Так как в 14-летнем возрасте Дженни точно знала, что станет актрисой Уговаривать маму и отца долго не пришлось К тому же, первое посещение мегаполиса сразу принесло успех Дженнифер пригласили на съемку рекламы Как так получилось, что молодая актриса приехала и сразу получила роль? Тут есть разные варианты В одной из версий написано, что когда она приехала с родителями в Нью-Йорк Они прогуливались по улице и к ним подошел незнакомец, который попросил сфотографировать девочку И на следующий день девочка уже была приглашена на кастинг рекламы бренда одежды Где она проходит и снимается Так вот, дорогие зрители, особенно те, кто мечтает о главной роли в кино Хочу сообщить следующее Такого не бывает Если вы услышали эту историю, то знайте, это просто пиар Вот есть вторая версия, и мне кажется, она больше подходит к правде Успех Дженнифер Лоуренс в том, что у нее еврейские корни Ее мать-еврейка У Дженнифер известный еврейский продюсер Харви Вайнштейн Я думаю, что тут можно сложить 1 плюс 1, и мы получим 2 Вот за что нужно уважать эту девушку? За то, что она проявила изрядное упорство на пути к своей цели И ради мечты она окончила школу экстерном на 2 года раньше сверстников То есть она знала, она поставила цель, и она ее добилась Теперь мы ее знаем как актрису из Голодных игр Самое интересное, это то, что она 3 года снималась в сериале шоу Билли Ингвелла И затем в 2009 году снимается с эфира И тут же ей предлагают главную роль в фильме «Зимняя кость» Не будем рассказывать о чем, этот фильм можете посмотреть Но это драма, если вам нравится этот жанр, то с удовольствием можете посмотреть И эта работа принесла девушке номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» Однако обе награды присудили Натали Портман за фильм «Черный лебедь» Следующий шаг это драма «Бобер», где она сыграла с Малом Гибсоном и Джоди Фостер Но тут интересно то, что первоначально роль Норы предназначалась для Кристин Стюарт Однако звезда «Сумерек» не смогла выкроить время в плотном рабочем графике И предложение приняла Лоуренс И как же наша красавица попала в «Голодные игры» В 2011 году режиссер Гэри Рос задумал экранизировать новеллу «Сьюзен Коллинз» «Голодные игры» Поиски актрисы на главную роль были мучительно долгими Пересмотрели таких актрис, как Эмми Робертс, Дакоту Филлинг, Эмили Браунинг На эту роль предлагалась актриса Шейлен Вудли, но ей как раз предложили роль в «Дивергенте» В итоге продюсеры остановились на Хейле Стайнфелд Не то, чтобы она была именно той, кого мы ищем, но на безрыбье, как говорится, и рак рыба Впрочем, режиссера 14-летняя Хейле вполне устраивала Он хотел, чтобы его китнис максимально соответствовала книжной версии Согласно которой ей едва исполнилось 16 Поэтому, когда вперед вышла Дженнифер и начала рассказывать о себе Он даже не обратил внимания на девушку Однако актриса заинтересовала Сьюзен Коллинз Именно автор «Голодных игр» неразрывно связала имя Дженнифер Лоуренс и Китнис Эверден И вот что интересно, что заключительная часть франшизы «Голодные игры» «Сойка-пересмешница» была разбита на два фильма, которые представили публики поочередно В 2014 и в 2015 году По подсчетам, все части франшизы собрали в прокате 2,8 миллиарда «Голодные игры» стали одними из самых коммерчески успешных проектов Голливуда за последние десятилетия В 2015 году Форбс присудил Дженнифер Лоуренс статус самой высокооплачиваемой актрисы Голливуда Вау! Для тех фанатов, кто обожает эту актрису, советую посмотреть фильм «Пассажиры» В этом фильме Дженнифер впервые снялась в постельной сцене Где вы можете увидеть ее бедро или ее оголенное плечо В 2013 году Дженнифер вошла в десятку самых красивых людей мира по версии журнала People Также Дженнифер активно сотрудничает с Марко Диор, являясь ее лицом И вот не очень приятный факт в том, что Лоуренс открыто выступает против политики России Осенью 2017 года отказалась от общения с российскими корреспондентами В ходе предпремьерной презентации фильма «Мама» Ну что ж, это ее право не любить Россию, не любить россиян Мы не будем, наверное, отвечать тем же самым Потому что это ее мнение, она имеет право на это За что ее можно уважать, это за то, что Лоуренс занимается благотворительностью В 2016 году Дженни пожертвовала больнице 2 миллиона долларов Но раз она самая высокооплачиваемая актриса, то вполне может себе это позволить Ваше право любить эту актрису или не любить В любом случае, она получила Оскар без актерского образования Тут ей аплодисменты Но с другой стороны, ей помогли в этом еврейские корни С вами была Лара Шум Подписывайтесь на мой канал Понравилось видео, поставьте лайк Расскажите своим друзьям А также добро пожаловать ко мне на дистанционное онлайн обучение Актерскому мастерству Хорошего всем дня, удачи!